МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Больно всем нам и противно смотреть и слушать это, но, видимо, разложение достигло таких масштабов, что это стало опасно для всех граждан страны и государства в целом. Сам факт, что силовые ведомства ведут борьбу в последнее время с этим явлением более решительные, и принципиально он заслуживает внимания и одобрения. Я прекрасно понимаю, что без согласия президента и его отмашки провести такие операции невозможно. Но хотел бы обратить ваше внимание на то, что мы 20 раз минимум настаивали в Государственной Думе на всех встречах о необходимости отставки всего финансо-экономического блока правительства, который гробит страну неимоверными масштабами. Тот же господин Уликаев распространял свои прогнозы дурилки, где ни один показатель не сходился. И руководствуясь этими прогнозами, деловые люди, крупные предприятия, регионы разваливали хозяйство и приносили стране огромные убытки. Вдумайтесь сами, под руководством этих министров, такого рода министров, за последние пять лет валовый продукт в стране сократился почти на 8%. Страна недополучила 90 триллионов рублей, то есть потеряла 35 триллионов рублей, не поступивших в бюджет. Два годовых бюджета. Видимо, оказалось мало, необходимо на чай. Вот еще присвоил, украл 2 миллиона долларов. Паскудство такое, что трудно его комментировать, потому что в нормальную логику события это не вмещается. Во время советской страны это было невозможно, даже представить невозможно. В Китайском современном такого руководителя давно бы поставили к стенке, рука не дрогала. А здесь сидим и все обсуждаем, думаю, вечером будет обсуждение. А причина главная заключается в полной отсутствии контроля за исполнительной властью. Повторяю, 20-й раз любая исполнительная власть без контроля граждан и законодателей неизбежно или сопьется, или проворуется. Это известно с времен Древнего Рима. Поэтому надо усилить контроль, надо создать настоящий подбор кадров, надо готовить эти кадры, надо проверять вовремя, надо назначать на кадры после согласования с соответствующими комитетами, которые отвечают в парламенте страны или в законодательных органах местных властей. Если бы тот же Сердюков, тот же Улюкаев прошли собеседование с трех комитетом Государственной Думы, которые обязаны контролировать и исполнение бюджета и многое другого, никогда бы такого безобразия не было. Поэтому мы должны принять исчерпывающие меры, чтобы оградить страну от такого уродства и таких нравственно-этических потрясений. Что касается самого Улюкаева, но он самый крупный огрызок, осколок от Гайдара Ельцинских времен. Он входил в касту неприкасаемых, сидел на всех должностях, в принципе, полагал, видимо, что и тут все будет в порядке. Я глубоко сожалею, что такого рода факты позорят страну и всех нас. Они вселяют неуверенность в душ и сердцах каждого человека. Можно себе представить, в каком состоянии те из 100 человек 72 живут на 15 тысяч рублей и менее. В каком состоянии дети войны, средняя пенсия которых 10-12 тысяч. И на какое может быть доверие правительству накануне принятия бюджета и к этому бюджету, когда вскрываются такие вопиющие и безобразные факты. В газете «Правда» и «Советская Россия» я сегодня публиковал полный разбор этого бюджета. Это бюджет деградации и стагнации. Бюджет литургического усыпания страны. Если вы внимательно посмотрите, что предлагает господин Улюкаев и уже с ним в стране на ближайшие три года, то вы тоже только ахнете. Никакого развития. Вычтены все статьи, связанные с техническим прогрессом и будущим. На треть почти урезано все, что связано с дорогохранением. Стационарная помощь урезана почти на 90 миллиардов. Это означает, что все крупные научные учреждения, крупные институты окажутся без денег. Я ходил к президенту, чтобы выпросить под детскую онкологию. Мы построили там пять корпусов, 10 миллиардов затратили. Чтобы оснастить современным оборудованием, надо 2 миллиарда 300 миллионов. Президент согласился, поручение дали правительству. С министром договорился. И никак не могу получить эти средства для того, чтобы помочь смертельно больным детям. А ведь было время, когда те, кто заболел онкологией, спасали двух. Сейчас 8 могут спасти из 10, если есть современное оборудование и главные специалисты. Все можно решить. И тем не менее, все опять уткнулось в министерство экономики, в министерство финансов. Поэтому надо исправлять целом машину государственную, которая не работает на граждан страны, а позволяет разворовывать, в том числе и руками губернаторов, мэров, министров и так далее. Поправлять надо срочно, иначе будет поздно.